Янифер и Геральт узнали, что Цири действительно вернулась на острова и вновь присоединилась к таинственному чароделю. Тот вместе с девушкой отбыл на лодке в неизвестное место. Затем лодка вернулась, но только с одним пассажиром. Им было отвратительнейшее, безумное создание. Существо это попало в руки Ярла, который продал его какому-то купцу в Новиграде. Из чего он взял хуй с ним, что он отвратительный? Из чего он взял, что он безумный, блядь? Ну что, просто, блядь, хуево с речью, так-то он умный, блядь, пиздеть не может вразумительно. Он, говорит, блядь, безумное существо, ебать. Сука, откуда он знает? Не, ну с таким дамагом, конечно, с таким шматом, прям кайфово. Ну вот если по характеристикам, что, где там урон, вот по 8 тысяч. Это получается по несколько тысяч по монстрам идет. Броня, это что получается? Ну вот, сопротивление всему урону просто 100%. Колющему, ударному, режущему, охуеть просто. Арбалет слабенький. Поднять его дамаг, что ли? Ну, знаки по 5000 бьют. Тоже слабовато. Не знаю, мечта вроде должна быть еще посильнее. По 11 тысяч в секунду. Надо сейчас на мобах посмотреть. Может их урон подкорректировать, чтобы они что-то хотя бы мне наносили. Каэрбюр, что там у него? Не понял. А, это в корчму, блять. Нахуй мне корчма. Искать пока нет смысла. Ну, точнее не охота. Помогать этим товарищам. Кузнец. Так, оренбюр, где-то здесь. Какой-то склеп есть. Где бабки будут стоять, блять. Типа, помоги нам там. В склепе чудище там. Только я вот не помню, где где-то вот тут. Нет, не тут. Нет, реально не помню. В общем, я думаю так. Надо посещать деревеньку за деревенькой и делать в ней квест. Потом уже по знакам, думаю, проехаться. Так, ну, порт Големштейна. Вот, к примеру, в Оренбюрн ехать. И там получается этот. Черная жемчужина, вон. Ценный рог, кстати. И про призрака. Так, а я что-то не понял. Тут прям... Лети на лодке, што ли поплыть туда. Так, где тут? Голубкин. Вот. Ну, вот. Нормально. Нормально. Вот. И вот. 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 где тут можно будет пришольтоваться то пристань тут о жизнь перемещения опа пристань это вообще лютая тема щелкнул и готова так поставился мод на убирание капелек с экрана и эффекта линзы и чего там и еще мод на мутагены сукубы и доплива нормальная тема я считаю так тут у нас корчма и про призрака челики будут говорить и надо будет то ли карты купить то ли чё чтобы они потом не пропали да потому что чели которые грохнут так а тут еще доска объявлений можно и доску еще прочитать так куплю гарпун это все понятно нигарский шлем это не надо так петур мошенник пропала рогви ну и призрак заказ на призрака так поблекшие письмо а это кто а это блять в пещере когда нефрит добывали там трупак лежал из каменных сердец чудище на тракте это чё так ну-ка и гляди-ка чего море выбросило рейки из какого клана не из какого я с большой земли здесь пьют только воин из кельги так что вы тут делаете на воинов вы не похожи скорее на пастухов на скельге каждый воин пусть даже родился в шалаше а тебе этого не понять на большой земле каждый кому-то раб кому-то ластится как пёс под столом объедки выпрашивает кто путешественника под свой кровь не примет тот стыдом себя покроет и позором или отец вас не учил думай что говоришь о моем отце йорун не то спать будешь под курганом а ты чужак запомни здесь не кайр тролль да а мы не анкрайты нам не нужны гости тебя значит путники не раздражают меня раздражают глупцы неважно откуда они родом геральт из ривии ведьмак йорун сын сигвальда если тебе не с кем выпить садись со мной поделюсь медом и рассказами так для начала надо у корчмаря где он там купить это карты это за ним должно быть ярко называл ну чего еще но можно и в карты еще с ним сыграть давай для начала купи покажи что продаешь все самые лучшие только приблуды из большой земли все равно ничего не смыслит ни в еде ни в выпивке талер лютая карта он вроде как шпион шептуха бес глава глаз предлагаю сыграть в гвинт так только шпион надо засунуть какого братья типов этих кедвенских синие полоски рубайла один только ну то ли разокидываем конечно пускай это или чё против них надо ну пускаем гла будет этого поменяем о а нормально и это блядь лютая карточка ну давай тоже шпионы ебанем он потом его нам поставит блядь ну пасовать хули мы его поменяем здесь карточки у него мощная а ну вот и мгла пригодится ну потихо мы короче вот так ебанем нихуя жестко жестко это кто у нас катапульта это что катапульта это что он усилится давай пока вот так ебанем сейчас пасуют по-любому а нет у нас шпиона если это его забираем сука он тоже себе карты резает блядь шпиончика забираем а ты сука че он делает там нах шпиончика ебашим спасал вам блядь так ну глупо по-любому ебем еще это надо да хуя надо как-то твой блин нахуя его выкинул сука карта проебал дхм это солнце блядь когда оно мне нахуя не надо эй ладно блядь да не блин задрочить своими картами блядь ну чего еще давай еще разок нахуй предлагают так эту хуйню убрать давай плохо карты пиздец фуевая конечно колоду заебись я тут подумал блядь может просто пойти все карты купить нахуй берегись по горам разбойники шастают так квесты все равно вроде можно будет проходить с картами чем этого типа карты просто закупим на пиздец веря не ведьмак должен был встретиться с них гардским агентом по имени гендрик который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнат его основным заданием был сбор сведений о цели и и и Да, долгая загрузочка. Продолжение следует. 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 дуплер 2 ну а карты еще есть с келли не ну те можно выиграть в принципе не так трудно наверное здесь не будет надеюсь это герои пошли кайфовые карточки я так и не понял поменялось что-то или нет как-то дохуя значков появилось разных а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полная коллекция карт. Спасибо, будь здоров. Так, что там у нас? Колода. Сделаем, что у нас? Север, Скотель, Чудовище, Нильгард. Так, всех уберем, чтобы нормально сразу закидать. Так, погнали. Ну, соответственно, ну, бинтурадим не знаю. Ну, цири берем стопудово, потом что? Троттедмерта. А он какую карту гасит? Рукопашный. А это дальнопойный. Ну, этих берем. Это как казни наши. Весемирчик. Ну, пускай почилит. Че этот у нас? Блядь, че сделал? Так, Йеннифер. Сильную карту отряду. А какую она призывает? Не, внутри сберем. Потому что она резает. Превращается, наверное, в кого-то, хуй знает. Улитик. Хуй знает, Улитик Вася. Рук можно и так взять. Шпиона берем. Корова тоже хуй знает хуйня. Ну, эти с рогами, если взять, то и рогов брать не надо. На этот кого вызывает? Роше с полосками. Так, ну, Талера, по-любому шпиончика. Эту рисовку взять. Блядь, кого я там взял? Ну, их две, что ли, у меня. Пух, упускают нам нужно, чтобы не читерить. Потом, чё? Синие полоски. Да, нахуй, не нужны эти полоски. Не знаю, рубаю взять, здесь и только. Ладно, шпиончика берем. Пускай, в принципе, глядь. Чё из героических еще есть у нас. Сильный милик, весемир. Пускай будет весемирчик. Потом, чё? Так, актриса Асабрина с кем? Шиалу призывает, а где она? Сама Шиалу там, блядь. Какая-нибудь слабая, поди. А ее нет у меня? Где она, сука? Шиала, Сабрина. Чё-то не вижу, где она. Ну, ладно. Короче, рубайла возьмем. И полоски, может быть. Так, получается, пять полосок. Еще одного кого-нибудь. Слабых этих неохота брать. Асабрина тоже плохой. Потом, чё? Стеннис. А чё по шпионам? Получается. Дикстра, Талер. И этот таинственный. Но чё-то я вкурить не могу, где Шиала. Куда она делась? Никого взять. пускай вольге будет так специальные карты казни есть уроки есть он усиливающие чучело рук я думаю можно взять один например так погода у нас будет в принципе чо так мгла ливень так как у нас катапульт никаких нет мороз будем отменять просто на погоде тут нету эти карты пока пока неохота собирать плане колоду делать из них ничего сука ща мы тебя ебанем чем и просто на 1 2 где там этот хмырь на хиндерсфиале янифер и геральт узнали что цири действительно вернулась на острова и вновь присоединилась к таинственному чародею тот вместе с девушкой отбыл на лодке в неизвестное место затем лодка вернулась но только с одним пассажиром им было отвратительнейшее безумное создание существо это попало в руки ярла который продал его какому-то купцу в новиграде и и и и и и и и как этот хмырь будет играть с такой колодой. Что-то туда зашло. Ну, что еще? Че, сука? Ну-ка. Ставка 10 нахуй. Предлагаю сыграть в гвинт. Давай, сейчас тебя размотаем нахуй. Ну-ка. Так. Угла пускай будет. Беличей ли убрать. Паха убираем. Чучело заебись. Полоски. Полоски уберем одну. Хуя-то, дерзкий, блядь. Че, вот такой увидал. Че, у меня шпионов больше нет, нихуя. Ладно, похуй. Спасовал, дурачок. Уярим. Кого-то менее нужного. Да, уярим. Да, уяримир. Блядь. Блядь. Кривые карты, конечно. Так, ну и в конце стараться. И он там дерзит какую-то хуйню, прям делает. Короче, отменяем эту хуйню. Нихуя же это было, блядь. Самые сильные карты убивают. Значок, значка у него нету этого. Тут упущение, упущение, точнее. Какой у меня был самый сильный? Девять был висимирш. Хуй, батарей с ним. А вот такого видал. Опа. И все, в принципе, тут ясно, что выиграли. Огромный глава глаз. Да, Геральт. Я редко вызываю такое оживление. Должно быть не часто у вас здесь гости с большой земли. Конечно, нет. Если кто из Тимерии или Редании отважится приплыть на Скеллиге, то заходят скорее в Кайртрольда. Там порт хороший, купцов много. И ярл на приезжих благосклонно смотрит. Это те двое ребят, которые ко мне прицепились. Кто они такие? Кори и Краки. С ними одни неприятности. Так же, как и с Лейфом их отцом. А это кто? Интересная фигура? Это смотря кому. Если тебя интересуют лжецы и трусы, то очень даже интересная. Я видел твое объявление. Подробнее можешь рассказать, что у вас за чудовище? Я так думаю, это дух. Или еще какой морок. Он появляется на Эльтберге у маяка. Ох. Начиналось все безобидно. Однажды ночью маяк не зажегся. А без него корабли не могут безопасно пристать к Оренбьерну. Вот двое наших и пошли проверить, что случилось. Дай угадаю, они не вернулись. Нет. И о Мике или смотрителе маяка тоже ни слуху, ни духу. Позвал я пару мужиков, поплыли мы на помощь. Но когда мы уже были у острова, я повернул обратно. Потому что на берегу я увидел призрак. Ты, наверное, думаешь, что я трус. Но одним железом там не справиться. Единственное, что я мог сделать, собрать со всей деревни золото для награды. Как поможешь, будет твоим. Оренбьерн, ты мне нравишься, но дело есть дело. Тебе придется немного добавить. Нихуя там, блядь. Ну хотя бы, блядь. Триста пятнадцать, блядь. Хм, я мог бы что-то накинуть, но не так много. Блядь, давай 310 хули. Хм, я мог бы что-то накинуть, но не так много. Ты заебал, нахуй, давай 305. Отлично. Да будет так. По рукам. Я посмотрю, что удастся сделать. Спасибо, Геральт. Хороший ты мужик. Это за ним должно быть, я родился вам. Так. Где у нас там этот призрак? Так, это на остров. Чемчужина это здесь. Ценный рог, там бандиты еще. Короче, к кораблю бежим. Дождя-то кот наплакал. Запер я хату, нет? Прикольно, блядь. Овец надо будет согнать с пастпища. Так, это моя лодка, всем в сторону. Ну, блядь. Так, куда нам? О, там пристань есть. Давай, куда там приширтоваться-то можно? Сюда? Что? Блядь. Ты плыть-то будешь, не? Ух. 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 Ух, не parting меня кружку. Ух. 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 Ух-ху. 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 Скортина! Таргадит шоу! Ну что, паскуда? Нужно много хп конечно Ну что, паскуда? Опа! Так, ну что, паскуда? Так, тут ничего не видать. Кораблики вырезаются в рифы. Острова без света конечно. Так, а жемчужина где-то прям рядом. О! Эй! Господин ведьма! Здорово! Юб-то, блядь. Хорошо, что ты здесь. Ну ты как? Поможешь старому Нидасу раздобыть черную жемчужину для жены? Скорее бы совсем этим делом покончить. А то уж кости ломит от этой сырости. Пойдем, пойдем. Только готовься к тому, что кости у тебя ломить не перестанет. В сухом месте мы жемчуга не найдем. Ясное дело. Но на войне-то и не такие вещи терпеть приходилось. Под розрагом сражались мы по пояс в болоте и в... Эх, да что там говорить. Молодежь история не интересует. Пойдем. Лагуна тут рядышком. Там утопцы должны быть, по-моему. Бодро ты маршируешь для своих коллег. Ты видел меня в молодости. Я за день тридцать миль делал с полной выкладкой. Пришли. Говорят, как нырнешь под воду, тут сразу раковины видно. Беда в том, что не во всех есть жемчуг. А уж черные жемчужины и вовсе редкость. Ну, если поискать, что-нибудь непременно найдешь. Ага. Значит, нырять буду я. Ну, видишь, какое дело. Я всю жизнь в пехоте лямку тянул. Так что, по-моему, не сильно тоскую. И легкие уже не те. Так что... Да. Ну что, клиент всегда прав. Так. Дыряем. Так. 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 Дыряем. Так. 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 Продолжение следует... 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 Так, а тут шоке есть, барахло какой-нибудь. Ой, блин, как всегда. Всякая параша. Ох, это ты. Узнал что-нибудь? Оказывается, на этот остров приходит покаянник. Это дух, который наказывает за злые дела, за преступления. Например, такое преступление. Заманивать корабли на скалы, чтобы потом их грабить. Не выкручивайся. Я нашел письмо. Все равно дракары то и дело тонут. Это ж море. А если он у острова разобьется, так хоть товар напрасно не пропадет. Вернемся к этому позже. Сперва ты должен мне помочь. Но как? Воин из меня никакой. Догадываюсь. Но проклятие связывает тебя и это место, так что только ты сможешь его снять. К счастью, тебе придется просто разжечь огонь на маяке. Ибо покуда остров покрыт мраком, покаянник непобедим. Если я отсюда выйду, этот призрак меня убьет. Я чувствую это. Может, ты сам... Я буду тебя защищать. Хватит искать отговорки. Просто возьми масло для лампы и пойдем, пока я не передумал. Смотри! Вон там! Это он! Я вижу, не ори. Просто зажги огонь на маяке и помни. Если ты напортачишь, покаянник сперва убьет меня. А потом тебя. Я вижу, не ори. Быстрее! Не знаю, сколько я еще выйду. Ах! Он как будто бессмертный. Маяк загорелся. Наконец-то. Ты безумно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, и он сыпет этот... Трофей ставит постоянно... Продолжение следует... Продолжение следует... Чуть-чуть не видать их... Продолжение следует... 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 У меня было всего двое сыновей, а ты их убил. Ты прервал мой рот. Очень жаль, но не я искал ссоры. Разве чужой скажет правду? Кто первый вытащил меч? Не знаю. Все быстро случилось, а мы уже по паре рогов осушили. Девушки отдыхают. Что ты невиновен, ты будешь свободен. Значит, мне отдаться на суд человека, прозванного безумным. Или сражаться со всей деревней, а всех тебе не одолеть. Будь у тебя хоть три меча. Будь по-вашему, видите? В тюрягу, блядь, попал. Вот ведь сходил кабак. Тут еще хмырь какой-то должен сидеть. А вот он. Когда меня будут судить? Когда Ярл тебя призовет. Значит, не скоро. Чем дольше сидишь в каменоломнях, тем меньше выступаешь, как придет срок суда. Этот здесь второй год. Он тот третий. Ты хуйню-то не заливай. У меня нет времени, я ищу одного человека. Да срать я хотел, что ты там ищешь. Бери кирку и заработал. Заскучал? Бери за кайло. Лугас ведь сказал, что суд будет сегодня. Ты забыл? Ага. Да. Верно. Пойдем. Мой род существует еще со времен Убина Великого. А этот пес его прервал. За это он должен умереть. Я здесь творю суд, Леви. Помни об этом. Ведь это приблуда. Чужак. Он не заслужил ни суда, ни даже смерти от меча. Он... Не прерывайтесь. Я с удовольствием послушаю. Геральт? Не думал, что мы так быстро увидимся вновь. Ты пригласил меня в свои земли. Сказал, что я найду здесь работу. Да. Убивать чудовищ. Не людей. Перейдем к делу. Лейв утверждает, что ты убил его сыновей. Кори и Краки. Что ты на это скажешь? Я защищал себя и Йорунда. Никто не подтвердил твоих слов. И не подтвердит. Всегда проще повесить чужака, чем осудить своего, так? Ха! А ты за словом в карман не лезешь. За словом? Он меня оскорбил, Йорл. Меня и весь наш клан. Закон предков гласит, что... Тихо! Я уже принял решение. Геральт из Ривии. Я признаю тебя виновным в двойном убийстве. Наказанием за это будет смерть через удушение. Но ты можешь откупиться. Выплатив вес Кори и Краки серебром. Ты знаешь, что у меня нет таких денег. Разве что парни были гораздо легче, чем выглядели. Прекрасно это знаю. Я сам заплачу отступные. Что? Это против всех законов! Законы здесь устанавливаю я. Возвращайся домой, Лейв. Если ты меня разозлишь, привяжу тебе мешок с этим серебром и сброшу в море. Ну, что уставился? Ты свободен. Забирай вещи и проваливай. С удовольствием. Только скажи, чем я обязан такому милосердию? Ты помог моему сыну в пещере снов, а я помог тебе. Но запомни, если ты убьешь еще кого-то с Аренбьерна, я собственными руками отверну тебе башку и повешу на дочагом. Следи за собой, белголовый. Все, заебись, квестик. Ну, а что дальше можно делать? Ну, рог отдать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!